Всем привет! Это видео скорее информационное и оно будет о китайском рынке, то есть о китайских производителях. Поскольку китайский рынок достаточно крупный, ну или точнее это один из двух самых крупных рынков на сегодня в мире, есть еще также индийский рынок, то соответственно индустрия, само производство мотоциклов, мототехники очень большая. Не только что касается объемов этого выпуска в штуках, но и что касается денег. Но и поскольку эта индустрия достаточно крупная, как мы уже говорили, то в Китае есть такая специальная правительственная организация, которая занимается конкретно регулированием именно этой сферы, то есть именно сферы производства мототехники. То есть организуют различные предприятия, разрабатывают законы и различные нормативные акты, регулирующие сферу производства мототехники и решают другие вопросы, касающиеся производства и продаж именно мототехники. И соответственно эта организация, она публикует на регулярной основе отчеты о рынке производства и продаж мототехники в Китае в частности. То есть о том, как собственно идет дело, что касается производства мототехники у китайских производителей, кому они продают, какую мототехнику и в каких объемах. У нас в России производителей мототехники вспомнить можно крайне немного, пожалуй всего несколько, особенно среди тех, кто производит технику именно в каких-то заводских условиях. Это, пожалуй, можно вспомнить Bolt Motors. То есть если вести речь именно конкретно о мотоциклах или вообще в принципе о двухколесной технике с ДВС. То есть можно вспомнить Bolt Motors с производством полноприводных мотоциклов. Также можно вспомнить завод имени Дегтярева ZIT, который вроде бы сам делает раму, но остальные комплектующие используются китайские. Также можно вспомнить, соответственно, мотоциклы Scout. Это ижевский производитель лишь техмаш, которыми мы собственно и торгуем. Ну и можно вспомнить, пожалуй, Урал, да, мотоциклы МЗ. Но и мотоциклы Ирбитского мотоциклетного завода, но который сейчас формально как бы уже и не российский производитель, скорее казахстанский. Ну вот, пожалуй, и все. То есть других производителей, наверное, у нас и на сегодняшний день, к сожалению, нет. В Китае, конечно, производителей сотни. То есть это гораздо более крупный рынок, что касается производства мототехники. То есть по сути китайские производители производят мототехнику не только для внутреннего рынка, но и там поставляют ее в большинство стран мира, которые сами мототехнику не производят. То есть это в принципе касается вот и России. Ну и в целом, да, и СНГ, можно сказать. То есть вообще как бы общий объем производства мототехники составляет примерно 20 миллионов единиц в год. Но если рассмотреть вот итоги и отчетность вот именно этой правительственной китайской организации, которая регулирует сферу мототехники за первый квартал вот этого 2022 года, то в принципе можно рассмотреть 10 крупнейших предприятий. По сути они, эти предприятия не меняются, да, там с годами, только меняются разве что их место в том или ином периоде, да, в этой десятке. Для примера можно рассмотреть вот еще раз эти предприятия и каков, собственно, у них объем выпуска продукции в штуках за первое полугодие 2022 года. Здесь стоит отметить то, что статистика по электрическому транспорту ведется отдельно. То есть электрический транспорт в эти цифры не входит и производители электрического транспорта, и вот десятка крупнейших производителей, она другая. То есть мы как-то уже не раз ее рассматриваем. То есть здесь вот в этой статистике речь идет именно о двух, но и включительно трех колесных мотоциклах. Слово мотоцикл здесь условно, туда входят и мопеды, и там скутеры. То есть мототехника с ДВС, так, наверное, правильно можно сказать. Итак, в целом за первое полугодие 2022 года китайские предприятия произвели 10,5 миллионов единиц мототехники. Но если рассмотреть десятку крупнейших предприятий, то выглядит она следующим образом. На первом месте такое предприятие, как Дачан Дзянг. Мы уже не раз о нем говорили, то есть у него есть некий экспортный бренд, который называется Хао Джюэ. У нас появлялись видеоролики с различными мотоциклами производства этого бренда в канале. Но Дачан Дзянг много лет является самым крупным предприятием по производству мотоциклов в Китае. Наверное, если зайти на сайт этого предприятия, то там где-то есть даже значок, сколько лет оно там является самым крупным предприятием. Больше 20 лет на самом деле, может быть даже уже близко к 30. Но вот если рассмотреть статистику за первый квартал 2022 года, то на Дачан Дзянг уровень производства составил 972 тысячи штук. На втором месте за первые полугодия 2022 года по объему выпуска находится такое предприятие, как Лонг Син. Или в китайском варианте, наверное, правильное его название, это Лонг Син. Объем выпуска 600 тысяч единиц. В России, в принципе, производители этого знают благодаря бренду Воуч. То есть это такой премиальный бренд. Видеоролики тоже у нас появлялись в канале. Под этим брендом выпускаются такие более уже современные мотоциклы с продвинутыми техническими характеристиками, скажем так. Которые, ну, скорее уже составляют конкуренцию брендам, да, таким как Хонда, Ямаха. Японским брендам, надо сказать, и европейским в различных странах мира. Но, тем не менее, то есть Лонг Син в целом, конечно, как и другие предприятия из этой десятки, они больше занимаются выпусками именно мотоциклов подешевле. То есть это такой коронный, да, как бы, сегмент рынка, которым занимаются китайцы. То есть мотоциклы побюджетнее, скажем так. Так, если перейти к третьему месту, то на нем третье место занимает всем известное предприятие Зонгшин. У Зонгшина, как мы показывали, есть и другие бренды, конечно, как, в принципе, и у всех, наверное, в этом списке. То есть у Зонгшина есть такой бренд, например, как Циклон, да, тоже, который, по сути, отделяет от линейки, там, более бюджетной техники, линейку более дорогой техники с более продвинутыми характеристиками. То есть уровень производства Зонгшин за вот это первое полугодие 500 тысяч единиц. На четвертом месте находится такое предприятие, как Сандира Хонда. Это одно из предприятий, которое выпускает, в том числе, вот технику именно под брендом Хонда для китайского рынка. Ну и, собственно говоря, судя по всему, не только для китайского. У нас появлялись, да, некоторые, вот, некоторые модели под этим брендом в канале, в том числе, такая интересная модель, как CRF 190. Это такой легкий бюджетный эндуро, да, мотоцикл, достаточно интересный, который выпускается для китайского рынка. Если перейти к пятому уровню производства Сандира Хонда, вот 400 тысяч единиц за первое полугодие 22-го года. На пятом месте находится такое предприятие, достаточно старое тоже, как Ингсянг. Вот это предприятие мало кто знает, потому что, ну, основная их специализация это производство именно для ОЕМ, то есть для брендов каких-то, да. То есть под своим брендом они, ну, мало что выпускают, разве что можно увидеть три цикла. Или вот у них есть производство автомобилей, которые то есть, то нет. Но на самом деле, вот продукция Ингсянг, она выпускается под множеством различных брендов, да. То есть в том числе, когда-то они производили и для корейского Хиасунг. Это такой достаточно известный бренд мотоциклов, тоже недешевых, да. И вот было совместное предприятие, много лет существовавшее с Ингсянгом, которое производило именно в том числе вот такие мотоциклы, как Комет под брендом Хиасунг. Такую линейку, да, мотоциклов, надо сказать. Ну, на сегодня, да, объем выпуска Ингсянг 342 тысячи единиц. Если перейти к следующему, то есть это получается шестому месту, то на нем расположено такое предприятие, как Уянг Хонда. И больше, наверное, это предприятие известно благодаря производству скутеров, тоже под брендом Хонда и различных других скутеров. То есть объем производства здесь 336 тысяч единиц. То есть эта техника, она уже стоит подороже, чем там обычные, да, какие-то китайские модели. И продается она, как правило, либо вот под брендом, который существует в названии такого предприятия, либо, соответственно, под каким-то другим, да, но тоже премиальным, скажем так, брендом. Если перейти к следующему месту, то на нем располагается целая группа, наверное, это промышленная. Она называется Dayang. Объем производства 302 тысячи единиц. У нас где-то вот недавно был в канале такой ролик про трициклы Dayang. Это только одна из фабрик, которая производит мототехнику. Но Dayang производит и другую мототехнику. И это предприятие достаточно старое, то есть существует много-много лет. Следующее предприятие это Dayung. Похожее название, в том числе и по иероглифам. Но это предприятие расположено в другом месте. И больше-то оно производит тоже именно мотоциклы для внутреннего китайского рынка. То есть уровень производства 255 тысяч штук. На девятом месте в этом списке такое предприятие, как Chinchi Suzuki, наверное, теперь оно правильно называется. И вот второе название Suzuki тоже говорит о том, что это предприятие сейчас производит мототехнику под брендом Suzuki для китайского рынка. А само предприятие Chinchi очень старое, то есть оно было основано еще где-то в 56-м или 58-м году. То есть оно существует уже лет, наверное, 70. И были другие совместные предприятия, например, Chinchi и Peugeot в том числе и другие различные бренды, достаточно известные мототехники. Уровень производства Chinchi Suzuki на сегодняшний день 211 тысяч единиц. На последнем месте тоже такое достаточно известное предприятие Тайо. Но большинство людей, это предприятие много поставляет на экспорт. И большинство людей в разных странах знают именно экспортный бренд этого предприятия, который называется Zontes. У нас тоже были в канале видеоролики про такие мотоциклы. В Европу они поставляются в достаточно больших объемах. Но суть в общем в том, что уровень производства этого предприятия 206 тысяч единиц. То есть суммарно эти 10 предприятий производят при общем объеме за первое полугодие 22-го года выпусков 10,5 миллионов всех предприятий. То есть вот эти 10 предприятий производят примерно из этих 10,5 миллионов от 4 до 5 миллионов. То есть примерно половину производят мототехники.